Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Вечер 21 июля 2023 год. Пляж «Высокий берег» в Малой Бухте. Посмотрите, сколько много людей отдыхает на этом пляже. Температура воздуха сейчас плюс 26, плюс 27 градусов. Температура воды в море на глубине 2 метров около плюс 24 градусов. Возле берега на мелководье 25 до 26 градусов. Пляжные условия отличные. Люди наслаждаются купанием, отдыхом на пляже. Выходить из моря не торопятся. И смотрите, поличка в море здесь очень даже таки чистая. Ну, немного мутноватая, но тем не менее прозрачная. И тины здесь нет, конечно же. Вот здесь у нас на этом пляже бесплатные дужки. Здесь можно сразу после выхода из моря обмыться пресной водой. Но если нужно, и дальше идти уже по другим курортным делам. Лежаки на этом пляже стоят 10-50 рублей на день. На этом пляже есть также платный туалет 25 рублей. Вот, смотрите, классная вода. На галечных пляжах и галечных местных пляжах Анапы тины принципиально не бывает. И этим пользуются многие люди, которые становятся на отдых, непосредственно вот в Анапе, в центре курорта. И когда на песчаных пляжах тина, приходят сюда вот на этот самый популярный галечный пляж курорта Анапа. Сегодня днем была переменная облачность с проснениями. И вот во второй половине дня было преимущественно пасмурно. И вот только-только солнышко вышло из-за пасмурности, из-за облачности. И снова на пляже стало солнечно. Это классно. Люди сегодня не торопятся уходить с пляжа. Скоро там у нас закат, меньше часа осталось до заката. Но, тем не менее, люди продолжают отдыхать на этом пляже на полную. Здесь мы с вами видим немного древесного мусора, который был прибоем выброшен. И который, судя по всему, к завтрашнему дню уже будет убран с территории этого пляжа. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает, что температура воздуха в Анапе днем будет от плюс 27 до плюс 30 градусов. В тени в реальных пляжных условиях означает, что будет до плюс 33 градусов. И на ближайшие 10 дней прогноз погоды обещает либо солнечную погоду в Анапе, либо перемен в обучении с проснением. Для ближайшие 10 дней осадков не ожидается. На пляже есть кабинки для переодевания, небольшие кафешечки. Вот у нас спуск с набережной, лестничный. Еще один спуск из пологий в другой стороне, с краю пляжа. Здесь у нас территория повышенной комфортности со своим отдельным входом и спуском в море. И стоимость 1000 рублей. Вот кому нужно, ставьте на паузу. Смотрите, какие здесь услуги, входящие в стоимость. Вот у нас правая сторона пляжа в Сухиберек, Малой Бухте. И посмотрим, какая водичка возле берега на этой стороне пляжа. Ну, здесь тоже достаточно чистая, прозрачная вода. Немного вот какого-то легкого мусора плавает в воде на поверхности возле берега. Ну, в принципе, в общем и целом, очень даже хорошая водичка. Ну, здесь, кстати, да. Здесь что-то вот этого легкого поверхностного мусора больше, чем на левой стороне. Вот, видите, куски деревьев. Вот это все прибоем выбросило. Конечно же, это уберут. Вот, обратите внимание, чем ближе ряды лежаков к морю, тем больше они заняты. А там чуть поудаль можно увидеть даже полностью пустые, свободные ряды лежаков. Вот мы прошли уже с вами весь благоустроенный пляж на территории Малой Бухты. Но это еще не конец Малой Бухты. Там дальше есть неблагоустроенный дикий пляжик, на который тоже приходят некоторые люди для того, чтобы отдохнуть там на достаточно узком берегу. Там не сдаются лежаки в прокат. Но, тем не менее, как видите, достаточно много людей предпочитают отдыхать именно там. Проход на этот дикий неблагоустроенный пляж есть. Однако, стоит принять во внимание то, что здесь реально опасная зона. Проход запрещен, камнепад. И дальше, если вы проходите, то вы, значит, принимаете на себя ответственность. Понимаете весь риск. То, что, в принципе, какой-нибудь камень может сверху слететь и упасть. Особенно большого камня. Не нужно, чтобы какие-то неприятные последствия причинить. Но, происходит это не так часто. И, если вы уж проходите здесь, то не стоит со своими лежанками и подстилками останавливаться прямо-таки вот возле склона, возле обрыва. Старайтесь держаться ближе к морю. Ну, и там дальше, за этим пляжем, искусственная коса, искусственный молл, правая граница, правая сторона Малой Бухты. Солнышко за очередную обучность заходит. Вот. Кораблик плывет на морскую прогулку закатную. Интересная новость. Она повышала в топ-3 популярных городов долгосрочной аренды жилья летом 2023-го. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир провели исследование и составили рейтинг городов, в которых отдыхающие чаще всего снимают жилье для долгосрочной более 10 дней аренды летом 2023-го года. Специалисты отметили, что на некоторых направлениях наблюдается спад, на других – подъем по строению с 2022-м годом. Анапа на втором месте этого рейтинга по количеству бронирований выросла на 36%. Ее доля – 9% летних бронирований 2023-го года. На первом месте город-курорт Сочи с 26% летних бронирований. Третье место у Санкт-Петербурга, у которого 7% летних долгосрочных бронирований. Еще на этом галичном пляже есть спортплощадка, которая для удобства отсыпана песком. Что все-таки на песочке гораздо удобнее, чем на галике. Играть в какие-то активные пляжные виды спорта. Вот, кстати, еще один, помимо лестничного, более удобный спуск. Он пологий. Здесь есть деревья, тенек. И в жару лучше подниматься по нему, именно по этому спуску. А теперь посетим соседний пляж, железобетонный пляж. Здесь между двумя пляжами серф-станция, яхт-клуб. Здесь, на так называемом железобетонном пляже, лежаки стоят уже 200 рублей на день. Смотрите, какой у нас сегодня классный закат. Опять солнышко вышло из-за облачности. Вот такая красота. Посмотрим на чистоту водички в районе этого пляжа. Смотрите, здесь вода прозрачнее. Но единственное, что вот здесь, когда придете на этот пляж, будьте аккуратны. Отсюда прыгать ни в коем случае нельзя, потому что здесь, видите, выступают большие камни, большие валуны. И если вы придете с детьми, то детей предупредите и без присмотра не оставляете. Вот на таких высоких берегах железобетонных. Здесь есть специальные, видите, лестничные спуски, проходы. Вот у нас центр железобетонного пляжа. Вот там, кстати, есть лифтовая. Лифт – это очень удобно. Когда я показываю песчаные пляжи Анапы, на которых есть тина, особенно в большом количестве, и часто встречаю такие комментарии. Вот, типа, в Анапе море грязное, и не поедем в Анапу, поедем на другие курорты. Ну вот смотрите, у нас галечный пляж, галечно-каменистый. И здесь у нас тины принципиально не бывает на галечных и галечно-каменистых пляжах курорта Анапы. Здесь море гораздо чище по сравнению с песчаными пляжами, когда на песчаных пляжах есть много тины. Поэтому, какой смысл писать такое в комментариях, что вот из-за тины, из-за грязного моря не поедем в Анапу, поедем в другие курорты, когда в самой Анапе есть много отличных пляжей. Вот я уже в сегодняшнем обзоре показал два пляжа, и на обоих пляжах принципиально отсутствие тины, на обоих пляжах достаточно чистая и достаточно прозрачная вода в море. Так что, люди, которые такое в комментариях пишут, видимо, очень плохо знакомы с Анапой. И желаю таким людям все-таки лучше познакомиться с особенностями того или иного курорта, прежде чем писать категорические комментарии. Набережная, высокий берег. Много людей гуляет, совершают свой вечерний мацион, любуются замечательными, отличными видами на морской простор. Сегодня у пляжного фотографа были отобраны голуби. Сотрудники полиции Анапы выявили факт предоставления платных услуг фотографии с голубями. В ходе несения службы полицейские выявили 36-летнего жителя Нижнегородской области, предоставлявшего гражданам платные услуги фотографии с голубями на улице Красноармейской в Анапе. Мужчина не предоставил каких-либо разрешительных документов на птиц и ведение коммерческой деятельности. Участковыми, уполномоченными полиции в отношении правонарушителя, был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 ст. 14.1 КАП РФ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Это у нас знаменитый Анапский маяк на высоком берегу, здесь выход на улицу Крепостную. Пять голубей в итоге были изъяты и переданы в зоопарк. Птиц осмотрели сотрудники ГБУ, ветуправления Анапского района. Про результатом назначенной экспертизы в действиях задержанного может усматриваться состав преступления, предусмотренного статьей 10.45 УК РФ «Жестокое обращение с животными». По данному факту, отделом МВД России по городу Анапе в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. И вот здесь, на этом участке набережной, находятся самые классные лавочки, самые удобные, на которых можно сидеть, любоваться морским простором с максимальным комфортом, наверное. И на которые нужно, наверное, даже очередь занимать заранее. Смотрите, сколько людей здесь. Что, велосипедисты пытаются протиснуться через такое количество людей, пешеходов? Невероятно! Вот это, вот это цареустремленные ребята. А теперь расскажу немного о способах обмана во время оказания услуг в Анапе в летний сезон. Несмотря на активное информирование отдыхающих о недобросовестных тату-мастерах, на пляжах Анапы обманутых меньше не становится. В редакцию «Бакнот Анапа» обратилась отдыхающая на курорте «Эльмира-Эс». «Здравствуйте! Хочу пожаловаться на тату-мастеров, которые работают в курортной зоне Анапы. Во всех написано «Тату хной» от 50 рублей, от 100 рублей, от 200 рублей». «Ну, думаю, сделаю дочке приятное. Хоть две недели поносит татушку». Выбрали рисунок, мастер нанесла его на руку девочке, потом измерила и говорит, что с нас 6800 рублей. Я, конечно, стал возмущаться. Написано же, что от 100 рублей. Меня с умным видом, так сказать, просветили. Это за один квадратный сантиметр. Вот так-то. Ну что ж, пришлось заплатить. Хотя эти художества вовсе не стоят таких денег. Хочу, чтобы другие отдыхающие в Анапе знали про такую уловку мастеров и не попадались на нее. По поводу уплаты огромных денег за временные татуировки – это далеко не первый случай. И я регулярно об этом говорю, но все равно появляются такие случаи, когда кто-то еще не знает о таких уловках, попадается на эти уловки и платит в итоге. Но могу сказать вам, друзья, ребята и девчата, следующее. Если происходит у вас на отдыхе в Анапе какая-то непонятная ситуация, в которой у вас начинают требовать оплату за услугу, либо оплату за товар гораздо больше, чем вы предполагали, то вы можете в таком случае смело обращаться в полицию, потому что, скорее всего, то, что с вас требуют, это незаконно. Почему? Объясняю. Потому что, например, услуга, прежде чем вам ее сделают, вам должны назвать ее стоимость. Потому что по правилам нужно потребителя информировать перед тем, как делать услугу, информировать о полной стоимости, хотя бы приблизительной, но полной стоимости этой услуги. То есть, в случае с татуировкой, мастер по нанесению татуировки, прежде чем приступить к выполнению заказа, должна была приблизительно сказать, что, допустим, эта конкретная татуировка, которую вы выбрали из каталога, будет стоить примерно 6 тысяч рублей, 6,5 тысяч рублей. То есть, если не с точности до рубля проинформировать, то хотя бы проинформировать о приблизительной стоимости, вот именно не за один квадратный сантиметр, а за полную работу. Это прописано, кстати, в законе о защите прав потребителей. Так что, друзья, если вы поняли, что с вас начинают требовать оплату за услугу, про которую вы думали, что она стоит гораздо дешевле, смело вызовите полицию, полиция приедет, составит протокол. Ну, скорее всего, исполнители, оказывающие услугу, раньше откажутся от своих требований, чтобы не связываться, не нарваться на очевидной протокол с полицией. Ну, где это еще, помимо временных татуировок, может применяться? В плетении косичек. То есть, допустим, может быть указана оплата за одну косичку, а не за все косички. Допустим, фотографирование там с кем бы то ни было. Может быть указана цена изначально за одну фотографию, а если вы, допустим, пять расшелкните, то все это можно умножить на пять. Ну, в общем, вот всегда имейте в виду, то, что если вам та или иная услуга кажется, что прямо-таки она какая-то дешевая для курорта, для условий курортного летнего сезона, совместно по сравнению с ценами на жилье, на размещение, на какие-то другие платные услуги. И имейте в виду, уточняйте, если все-таки вы попались на такую уловку, можете смело вызывать полицию. Ну, и будьте внимательны, будьте бдительны, не стоит таким людям, которые пытаются вас обмануть, платить деньги. Лучше эти деньги потратить на что-то более конкретное и более полезное на отдыхе. И еще один момент, который связан в итоге с обманом. Вот, например, в каком-нибудь парке или просто вот в каком-нибудь сквере на улице к вам подходят так называемые фотографы, предлагают бесплатно сфотографироваться. Говорят, что у них сегодня акция, и все посетители, все проходящие мимо них достойны бесплатной фотографии. В итоге, если вы соглашаетесь, то вам пытаются продать какой-то сувенир на основе этой сделанной фотографии. И бесплатно вы фотографию получите максимум вот такую, какой-нибудь спиточный коробок, очень низкого качества, и то после 15-20 минут пререканий. А вот, допустим, чтобы получить все-таки фотографии в хорошем качестве, вам в итоге придется заплатить, там закунить кружку, там 200-300 рублей, закунить кепку, закунить ручку, ну, за то, что, скорее всего, вам в итоге потом не пригодится и на что вы не собирались тратить деньги. Но здесь вот эти обманщики чем руководствуются? Они думают так. Раз, если, допустим, кто-то согласился и потратил свое время для того, чтобы сфотографироваться, то человек задумается о том, что вот, чтобы он свои усилия потратил не зря, чтобы он свое время на отдыхе потратил не зря, нужно довести начатое дело до конца, и в итоге часть людей, которые все-таки согласились на так называемую бесплатную фотографию, в итоге им заплатят за вот то, что они на основе фотографии продают сувениры, какие-то там коллажи, все что угодно. Так что, ребята и девчата, имейте в виду, если вы приехали на отдых в Анапу, не думайте, что вам тут будут прямо-таки какие-то бесплатные акции устраивать, всячески вас бесплатно развлекать. Ну, в Анапе люди делятся в основном на две категории, на тех людей, которые приехали отдыхать, тратить деньги, на тех людей, которые в Анапе зарабатывают, на отдыхающих людей. Так что, имейте в виду, не рассчитывайте, что что-то в Анапе будет бесплатное, но, конечно, бесплатные туалеты, это желательно на пляжах Анапы, но их, увы, нет. То, чего нужно, прямо-таки, в первую очередь, того нет. Но хорошо, что на набережной, вот здесь, вот в районе высокого берега, есть несколько бесплатных туалетов. В общем, друзья, имейте в виду, что вы, если вы приехали на отдых в Анапе, вы приехали тратить деньги, не зарабатывать, не там экономить, и не ведитесь на всякие уловки, мошенничества, какие-то непонятные схемы. Друзья, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем добра, желаю всем мира. Все, пока, до новых встреч.